Я, Сарафь Алексей, хочу рассказать о настоящем человеке, истинном герое нашего времени. Евгений Орлов, выпускник школы номер 1 1987 года, плотский офицер. Окончил Тихоокеанское высшее военно-морское училище. Человек, безусловно, мужественный, имеющий серьезный боевой опыт, добровольец Донбасса, участник боевых действий в Сирии. Награжден государственными наградами, тремя медалями за отвагу и орденом мужества. Отец Евгения был военным. Он часто брал сына с собой, когда, будучи военпредом, ездил в командировку. А тот наблюдал жизнь офицеров, общался с ними, много читал в летнодалеках, об истории флота. Поэтому после школы поступил в Товму и в 1992 году его закончил. Из интервью с Евгением Орлов. Сегодня я могу сказать мальчишкам, которые хотят поступать в военные училища, что они должны ясно представлять свою будущую судьбу. И руководствоваться не иллюзиями и ожиданием каких-то бонусов, красивых золотых погон, званий или квартиры. Они должны понимать, что боевые действия – это вовсе не романтическая история. Это, по большей части, делительные переходы, много манилирования, плохой быт и грязь. А главное, нужно отдавать себе отчет в том, что в какой-то момент они просто могут пойти на смерть. Потому что это их работа. Возможно, это будет и некрасиво, и мучительно, и в одиночестве. Но человек, связывающий свою жизнь с военной службой, должен это понимать. На самом деле, после всего пережитого и пройденного, я теперь это страшно не считаю, такая профессия. Как и любой православный христианин, воспринимающий смерть спокойно, я тоже к этому постепенно пришел. В 2014 году Евгений Орлов ушел добровольцем на Донбасс. Снайпер-разведчик. Позывной «Мазай». Он не мог забыть, как туда заходили наши ребята. Словно в кинохроника о Великой Отечественной войне. Луганск был блокирован. Блоканы прорвали и на танках приезжали в город. Жители встречали солдат цветами. Было похоже на киносъемку. Идет машина, люди яблоки кидают, цветы, бабушки молочко ребятам передают. Они были уверены, что это российская армия. Что раз пришли свои, то теперь все наладится. Но тогда это была еще не армия, а такое своеобразное ополчение, состоящее из добровольцев. Будучи профессиональным военным и находясь в самой игрушечной событиях, Евгений понимал, Донбасс победил благодаря местным мобильным подразделениям, которые самостоятельно появлялись. И люди буквально совершали подвиги. С противотанковыми ружьями лежали рубежи. Они обороняли деревеньку какую-нибудь, когда против них работали танки и много пехоты. У украинцев тоже хорошие артиллеристы. Видна была еще советская школа. Реакция минометчиков следовала за две минуты. Люди около полусуток не могли выскочить из укрытий. На любое движение реагировали мелько очень. Артиллерия работала великолепно. Можно было иметь невероятную реакцию. Но от попадания это не спасало. Однажды Евгений подорвался на машине. Он увидел слепительно яркий свет, а у головеса звучала песня «Вниз подлечением в небо». Ему повезло. Он очнулся. Состоятельность страха там воспринималась по-другому. Как обычная физическая боль. Будто молоток на ногу упал. Рядом граната взорвалась. Это тоже страх. А потом он попадал, когда становилось понятно, где нужно бояться, а где не нужно. В обычной мирной жизни люди могут спорить о выясненных ценностях. Книжки читать умные, ходить на тренинги личностного роста. А на войне человек попадает в суровый коллектив, который слабости не простит. И в условия, которые тоже слабости не пропустят. И тогда обнажается человеческая душа. Становится видно, чего стоят люди. Есть товарищи. Обязательно взаимовыручка. А свое личное может спрятать куда-то поглубже. В Донбассе Евгений увидел проявление великого человеческого духа. Ведь сначала возникли небольшие мобильные подразделения, которые отсекали прорыв. И в этих подразделениях зачастую были вовсе не военные люди. Там были и учительные математики, командовавшие артиллерией. И учительные пения, командовавшие разведподразделения. Пацаны и девчонки совсем. И не было среди этих людей, преуспывающих менеджеров, которые уже давно дропонули. Все эти успешные и красиво разговаривающие, которые вздействуют полностью для себя, куда-то исчезли. Это и было понятно. Они слишком ценили собственную жизнь. Но в Донецке и в Луганске на самом деле много хороших людей. Они из толщины и деньги. Они за нее стоят. И потихонечку как-то крепятся. Война, как булатная сталь. Она приносит страдания и лишения, но все равно укрепляет. Хотя людям жить очень тяжело. Подразделение Евгения размещалось в гостинице. Оттуда они и ходили к линии фронта. А вокруг наши ребята видели много людей, интеллигентной внешности, которые искали с весной в мусорных баках. Потому что они бюджетники, и им не на что жить. Наши воденные давали им свои байки. Евгений запомнил в Луганской один перекресток, который бомбили постоянно. Просто оттолбились 120-мм минами. И бабушка, лет 75-ти, ходила через этот перекресток за пенсией. Каждый раз километров 10. Голод гнал. И так всюду. Кто-то из великих сказал, что в войне побеждает тот, у кого солдат может спать на земле. Вот русский солдат может. Немецкий не может. Русский человек, русский воин, это словно какой-то особый человеческий вид. Потому что он спит на земле, его можно особо не кормить, подвозить еду раз в неделю, о ком он сам выкакывает, справляется и без техники. Со своих позиций не бежит. Сражается за них насмерть. В России на самом деле очень много таких людей. Вся история России, история могучего православного государства, есть ось морально-этическая, духовный вертикат, благодаря которой и существует наша страна. Беда в том, что сегодня наш народ, тот самый народ, победивший Наполеона и Гитлера, презираем современной элиты эффективных менеджеров, богемой, которая считает себя лучше всех. Многие сегодня дезориентированы, ведь произошла подмена реальных ценностей, навязанной чуждой мистеративной. В 90-е никаких ориентиров не предложили, а приняли западные. Берите кредиты, покупайте больше, тратьте больше. И по ТВ показывают заевшихся представителей элиты, которые гордятся тем, что бросают деньги в окно машины, проезжая по улице, и имеют дома золотые унитазы. То есть шахтером быть это не круто, а вот менеджером или блогером это пример для подражания. Но ведь хорошим следствием быть гораздо круче, чем непонятно как добившимся своей минутной удачи блогерам. Войны и кризисы все расставляют по своим местам. Этим они и ужасны, и важны. И такие времена всегда выбирают шелуху, показывая, кто настоящий герой. Даже если сегодня кажется, что пора героев прошла, время расставить точкой над ней. Потому что на самом деле сила страны ее народит. В Донбассе победили простые люди с мозольственными христианскими руками. Шахтеры, трактористы, казаки. Люди, для которых суть жизни проста. Как в Библии, по плодам судите. Если плоды дрянет, о чем вы вообще говорите? К сожалению, лучшие очень часто погибают первыми. 11 июня 2022 года Евгений Орлов, Мазань, погиб в ходе специальной военной операции при штурме села Белестовоя, находясь в следах вооруженных сил России, звание старшего лейтенанта 45-й отдельной гвардейской бригады специального назначения в АДВ. Товарищи просили Евгения описать все, что произошло с ним в боях, как это было на самом деле. И он успел это сделать. Рассказы, которые написал Евгений Орлов в сведенных книгах. В 2019 году он стал финалистом национальной премии «Писатель года». В 2021 году опубликовал книгу «Их там нет» по литературным сведонимам Евгения Мазань. Много приходится пережить и перетерпеть русскому человеку. Война для него – это, по сути, работа. Страшно, но, к сожалению, необходима. Как работают артиллеристы? Без криков, без воплей. И снаряд за снарядом, спокойно. Когда их накрыло, они просто выбираются и так же спокойно продолжают свое дело. Если какие-то срывы бывают, то это, скорее, исключение из правил. Когда идет бой, истерии никакой нет. Трусов на пенках посылают куда надо. Успокаиваешься сразу. Страх пропадает. Когда бой заканчивается, в котором людей потеряют, наши просто закрепляются и остаются стоять на своих позициях. В книге советского писателя Михаила Шолохова есть очень простые и в то же время очень емкие слова. «Русский человек, человек, не сгибаемый более, сможет все выдержать, все преодолеть на своем пути, если к этому призовет его Родину». А в письмах свидетеля Игнатия Причанинова есть такие строки. «Ныне или после, но России необходимо сочетаться с Европой». «России предназначено огромное значение. Русский народ внезапно откроется и преодолеет все народы. Враги разбудят, потрясут Россию, произведут в ней невольное развитие силы, но они унисят Россию, они возвысят ее. Таково ее предопределение». Разные века, разные люди, великие люди, а вера в одно, думают одинаково. Значит, так и будет. В драматической мифологии есть миф о реке Лето. Лето обозначается пением. Это часть царства мертвых. Умершие – те, кто потерял память. Наша память жива. Наш дом – хокус. Добро побеждает зло не тоже в сказках. Своими мыслями и деяниями мы сами пишем книгу жизни и сами выбираем свой путь. Правда, самый достойный жизненный путь оказывается и самый трудный. Это будет милосердие, добра и любви. Есть и другой – полегче, попроще. Но там низость, подлость, бесчестие. Мне бы хотелось не свернуть первого. И сохраненная в сердцах память от тех, кто ушел, никогда не умрет. Ведь только память противостоит уничтожающей силы времени. Это преодоление времени, преодоление смерти. В этом величайшее нравственное значение памяти. Давайте сохраним ее в своем сердце. Спасибо.